Здравствуйте, коллеги! Prodexpo 2021 снова в эфире. У нас спикер сегодняшнего дня Лидия Макшейн. Здравствуйте! Здравствуйте! Нам интересно, какой вопрос вы сегодня освещали и какая была проблематика? В эти дни и сегодня, и вчера я освещала вопрос, касающийся развития направления ЗОЖ, как в сетях и как создать ЗОЖ-продукт для производителей, с тем, чтобы он продавался на полке эффективно. Насколько сейчас ЗОЖ, в принципе, популярен в ритейле? Это какое-то веяние мода или, в принципе, уже какое-то долгое время ЗОЖ-индустрия в ритейле поднимается? ЗОЖ в ритейле существует и продвигается, развивается уже несколько лет. Причем мы можем говорить о том, что есть два ЗОЖа. ЗОЖ, скажем так, для активистов, которые выбирают какие-то современные, достаточно модные, инновационные продукты. И, скажем так, традиционный ЗОЖ – это обычные натуральные продукты, без химоза, если можно так сказать, которые покупают, предпочитают наши покупатели, скажем, по всей России. Да. В том году нас всех скосила пандемия, все закрылись дома. И вопрос такой, как человек, который ответственный за ЗОЖ для финального потребителя уже в наших ритейлах. Насколько ЗОЖ-продукты стали менее популярны или более популярны в этот период? Насколько они стали менее или более популярны уже после того, как, в принципе, локдаун в таком широком смысле закончился? Я бы сказала, что в пандемию продукты ЗОЖ стали популярны, потому что возросла обеспокоенность людей собственным здоровьем и иммунитетом. Поэтому ЗОЖ приобрел окраску, скажем так, вот обеспокоенности здоровью, укреплению иммунитетом, натуральности. И вот в таком ключе. Также, конечно, в пандемию люди еще снимали стресс психологически, поэтому они позволяли себе различные кондитерские сладости, алкоголь и так далее. Но это как бы вот снятие психологического стресса. Но в целом ЗОЖ сейчас продолжает развитие, и он также развивается не только как продукты для здоровья, но также еще добавляются инновационные продукты, так называемые футтех. Это продукты технологичные, которые, например, аналоги мяса растительные или молока. То есть вот в таком ключе ЗОЖ сейчас развивается. И третье направление – это направление устойчивого развития. То есть здоровый образ жизни воспринимается несколько шире, и в том числе экологичная упаковка, производство, прозрачность. То есть тоже сейчас очень сильно покупатели просят и ищут на полках ритейла. Правильно ли я понимаю, что ЗОЖ нынче – это целый тренд, к которому стремятся абсолютно все ритейлеры и производители товаров? Или он развивается так уже много лет, медленно, но постепенно? Или вот сейчас абсолютно все бросились примерно в этот сегмент? Я бы сказала, это достаточно большой, мощный тренд, который существует и продолжает развиваться. Согласно исследованиям, 56% покупателей покупают ЗОЖные продукты. Просто часто под ними понимаются натуральные, как я говорила ранее, продукты. Натуральные, качественные, с понятным составом. И это тоже ЗОЖ. И также ЗОЖ – это шире, чем просто продукты. Это продукты, образ жизни, спорт, ментальное здоровье, отсутствие стресса, превентивная медицина, забота об окружающей среде. Это тоже элементы здорового образа жизни, и они тоже сейчас растут. Получается, мы можем, в принципе, попросить ритейлеров, чтобы рядом с ЗОЖ-полками были продукты первой необходимости, которые были максимально низко, потом максимально высоко, максимально низко, максимально высоко, чтобы человек, когда ходил в магазин за продуктами первой необходимости, делал зарядку. Он приседал, сильно подтягивался и тем самым еще повышал свое здоровье. А вот я здесь думаю, это не сработает. Это будет противоречить принципам категорийного менеджмента и мерчендайзинга. Все-таки приседать это обычно в спортзале. Но, в принципе, какие-то здоровые, полезные вкусняшки для детей обычно, конечно, кладут вниз. Но в целом, в целом, обычное распределение по брендам и ценам. Спасибо большое. Надеюсь, дальше ЗОЖ-движение будет процветать, и люди будут думать о своем здоровье. И тогда будет предстать индустрия ритейла. Я надеюсь, что мы с честью выйдем из всех локдаунов и пандемий. И надеюсь, в том числе и ваша работа позволит всем быть максимально продуктивными и профессиональными. Спасибо большое. Да, каждое выступление, даже не касающееся ЗОЖа по исследованиям, оно так или иначе затрагивает этот тренд, потому что он, ну, как некоторая волна, которая все накрывает. И, конечно, быть здоровым – это естественная потребность человека. Поэтому этот тренд, он просто долгоиграющий. Спасибо вам большое за такое интересное общение. Спасибо вам.